Привет! С вами Людмила Семененко и я продолжаю свою реалити, худею после 50 до своего идеального веса. Цель реалити была очень простой. Продемонстрировать, что в любом возрасте, а мне 52, у меня уже менопауза, можно легко, в том смысле, что без голода, без запретов, без диет, привести свой вес не просто в норму, а и довести его до девичьих форм, как в моем случае. У меня был нормальный физиологический вес 62 кг при росте 167, цель 57 кг. В принципе, цель такая не жесткая, я могу остановиться и раньше, худее 57 точно быть не планирую, но пока еще продолжаю движение, посмотрим, что будет дальше. Сегодня у меня привес 450 г, он меня абсолютно не вводит в уныние, хотя, конечно же, и расстраивает, как вполне нормального человека, у которого цель снизить вес, а тут вдруг привес. Однако в ходе этого реалити у меня были привесы за один день и 600, и 700 г, так что 450 г – это мелочи жизни. Вчера утром я говорила, что у меня какое-то тоскливое, скучноватое настроение, сегодня уже гораздо лучше. И прогулка с музыкой, конечно, тоже сыграла в этом свою роль, как я и планировала, как я на это и рассчитывала. Так что продолжаю движение в избранном направлении. Сегодня с утра поставила варить фасоль, на ночь ее замочила. Красная фасоль, она богата очень разными микроэлементами, витаминами, клетчаткой и, конечно же, белком. И рассказываю я вам про это, как один из очень простых способов иметь под рукой экспресс-способ добавить белка в любую вашу порцию. В принципе, можно, конечно, покупать консервы, консервы фасоли у меня тоже есть, но куда проще и дешевле. Кстати говоря, экономнее отварить сразу много фасоли. Я вчера взяла полную упаковку, там 500, по-моему, граммов, на ночь замочить, потом отварить, по пакетикам расфасовать и закинуть в морозилку. Именно вчера я это сделала, потому что использовала последний пакетик из морозилки, из тех, что были в запасе. Готовила вчера плов и муж мне сказал, добавь фасоль. Я думаю, правда, почему бы не добавить фасоль? Это будет дополнительный источник белка, сытнее, вкуснее, между прочим, даже. Так что я это и сделала. Конечно же, есть и другие способы быстренько добавить белка. Это может быть и творог, и какие-то рыбные консервы. Много вариантов. И о трех из них более подробно я расскажу в сегодняшнем выпуске рассылки. Именно несколько конкретных способов, которые вы можете использовать в своем ежедневном питании, чтобы добавить белка и тем самым быстрее насытиться при меньшей колоритности и быстрее похудеть. Вот, в общем-то, и главная цель. И, конечно же, все эти варианты будут вкусными. Протеиновый порошок, конечно, тоже способ добавить белка, но я его не использую. Потому что, ну, как бы зачем, если есть более вкусные варианты. Как-то так. Во всем остальном, все хорошо, прекрасная маркиза. Продолжаю движение к своей цели, не форсируя события по-прежнему. Без разгрузочных дней и уж тем более без голодовок. Встретимся с вами завтра. Хорошего дня!